Меня уже представили, я должен всех предупредить о том, что презентация будет очень капитанская, для большинства людей то, что я буду говорить, уже известно. Как тут написано, меня зовут Виталий Туровец, я долго начинающий и с недавнего времени архитектор в Cisco, и мы занимаемся вопросами edge computing, вопросами всяких серверных штук, и заметили, что есть много называемых misconceptions, люди неправильно понимают многих этих вещей, и сейчас мы попробуем все осудить. Во-первых, облаком buzzword без него нельзя, есть много-много-много разных слов, которые многих пугают, кто-то даже из наших презентеров иногда неправильно объясняет их смысл, ну и мы попробуем в некоторых из них разобраться. Давайте начнем с вопроса, что такое серверлесс. Если можно, поднимите руки те, кто работает с чем-нибудь, что серверлесс. Окей. Для всех остальных, наблюдаем, серверлесс это парадигма вычислений, при которых вам без разницы, где эти вычисления производятся. Вы не паритесь с вопросом инфраструктуры, вам не нужно думать, где физически находится сервер, в каком регионе задеплоен, что в такой азэшке. Вы деплоите свой код куда-то, кушаете функцию и просто ее выполняете. Звучит красиво, на самом деле, не всегда так. Нужно еще заметить, что серверлесс понятие очень широкое, и часто люди путают понятие серверлесс и фаас. Пойдем дальше и поговорим об этом. Серверлесс. Значит ли это, что вам не нужны сервера? Ну, на самом деле, нет. Сервера вам не нужны, просто поддерживать их будет кто-то другой. Для нас это большая боль, поскольку наш самый продукт это серверлесс-платформа, которую мы сами поддерживаем. Что такое фаас? Фаас — это сабсет серверлесс. Это отдельный маленький кусочек, который, ну как, стейтит его само название, предоставляет сервис-функции как услуги. То есть, если серверлесс в целом — это возможность запустить какой-то абстрактный ворклод, это может быть какой-нибудь просто сервис, который слушает какой-то порт, что-то отвечает, то фаас — это конкретно штука для выполнения функций. Сейчас многие считают, что фаас — это следующий шаг в развитии вообще софт-ракитетчика. Если раньше мы боролись с микросервисами, кубернетесами и жизненными, то теперь мы боремся с еще большим количеством сущностей, и это наши функции. Вот. Фаасов бывает три. Если первый практически безболезненный, который паблик-фаас, то с двумя другими есть некоторая травма. Это паблик-фаас. Обратите внимание на то, чем занимается обзор этой схемы. Это, наверное, идеальная ситуация, поскольку вся боль по поддержке инфраструктуры, по мониторингу, трейсингу ложится на плечи клауд-провайдера. Мы ему платим, он выполняет наш код, все счастливы, оксы, пьют кофе. Но не всегда мы можем жить в клауде. Допустим, у сысков, которые работают очень много своих веб-центров, и мы должны как-то утилизировать это железо. Плюс есть много критериев по security, по нераспространению данных, из-за которых мы не можем все двигать в облако. Поэтому существует такая штука, как Private Fafas. Вот тут у опса начинается боль. Почему? Казалось бы, да, у нас фаз, действительно, мы можем задеплойить функцию, постучать в нее к урлову, и будет чудо. Но по факту эта функция должна быть запущена в каком-то рантайме. Этот рантайм должен, в свою очередь, быть запущен на каком-то железе, на какой-то операционной системе. И все это нужно мониторить. Но и это еще не самая большая боль. Самая большая боль — это то, чем занимаемся мы. Называется эта штука Hybrid Fafas. При Hybrid Fafas вы часть функций держите в облаке и утилизируете все классные модные штуки, такие как Load Balancers, такие как Young Solutions. А часть держите у себя и пытаетесь все это синтегрировать. Уверяю, что самая болезненная часть здесь — это интеграция всего этого. Об этом мы, я думаю, немножко тоже поговорим. Теперь касательно Edge Computing. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто знает, что такое Edge Computing. Edge Computing — это парадигма, при которой мы стараемся вычислительные ресурсы, которые что-то делают, сделать максимально близко к пользователю, к собственным юзерам. Например, это может быть какой-нибудь CDM, как и Delivery Notes. Это может быть какая-то логика, вынесенная на какие-нибудь вышки связи, и же с ними. И в связи с этим бывают вот такие вопросы. Интернет остается. Edge — как эти штуки между собой связаны. Как сегодня выяснилось, даже некоторые люди в моей команде путают эти понятия. Старян. Ну, об этих примерах я уже только что говорил. Что может быть хорошим примером Edge ноды? Это, в первую очередь, CDM, разумеется. CDM, на котором мы консервим трафик. Ну, стандартная схема, когда у нас есть origin, есть какая-то куча прокси-серверов где-то, и эти прокси-сервера что-то там кэшат. Если мы добавим туда возможность выполнять какую-то логику, реагировать на какие-то реквесты кастомным образом, то получаем в итоге как раз Edge. И вот к вопросу о misconceptions. Вот как Edge связан с IoT. По факту, ну, 21 век, девайсов очень много. Прям очень-очень. Люди играют в мобильные игры на мобильных телефонах. Пинги имеют значение. Данных в процессе абсолютно невероятное количество. Каждый девайс шлет какие-то метрики, кто-то, не знаю, постит картинки в Инстаграм. Дальше держать процессом всего этого в одной инфраструктуре, где-то в хоре, уже нельзя. Почему? Потому что мы имеем latency. Мы имеем latency, и мы имеем колоссальные проблемы со скейлингом, поскольку в любом случае мы всегда упираемся в понятие региона. Допустим, мы не можем весь Инстаграм засунуть в один регион какого-нибудь АВС. Хотя бы из соображений той же отказоустойчивости. Падает регион, все разваливается. В связи с этим и появилась парадигма EdgeCopyry, при которой мы логику, которая раньше жила у нас в ядре, там, где было много-много всего, размазываем по целой куче разных девайсов. Надеюсь, я нормально изъясняюсь. При строительстве Edge часто возникают вопросы тулинга. И, наверное, раз в 10 я слышал вот этот вопрос. Подходит ли кубернетис для Edge? То есть можем ли мы его использовать? На самом деле, однозначного ответа нет. Если Edge — это CDN, это одна нода или две ноды, то кубернетис — это massive overkill. Прям очень большой, потому что это сложно, много мейтеннанса, много конфигураций, много всяких траблов. Но если мы говорим про Edge как реплики какой-то большой логики, там, где вертится много-много всего, то, конечно, да, кубернеты прокатывают. Обычно кубернеты живут там. Я не ожидал, что это будет так быстро. Теперь, когда мы обсудили основные базорды, я попробую вкратце рассказать буквально о паре challenges. К большому несчастью, я не могу рассказать в деталях о том, что мы делаем прямо с технической стороны. Об этом мы, наверное, поговорим на SDO community. НДА, CSKA не разрешает рассказывать, что мы делаем. Но с некоторыми вызовами я вас познакомлю. Первый вызов, который у нас был, это «А давайте выберем, на чем мы будем основывать наш чудный фаус-солюшен». Казалось бы, вроде бы ничего сложного нет. Мы все делоксы, мы все умеем смотреть на какие-то критерии. Как оказалось, критерии эти бывают как очевидны, так и, как уже в процессе выяснилось, не очень очевидны. Начнем, пожалуй, с выбора с supported language, как критерия выбора фаз-дистрибьюшена. Нам всем кажется, ну, по крайней мере, тем, кто только начинает работать с фаз, нам кажется, что все очень просто. Мы пушим функцию и просто ее триггерим. По факту, у функции обычно есть какие-то зависимости. Есть какие-то библиотеки, есть какие-то требования рантайма, какие-то требования по ресурсам. И многие из фаус-солюшенов эти штуки просто не менеджат. Ну, простейший пример, вы можете пушить пайм-функцию, но при этом вы не можете попросить пипам установить какие-то модули для этой функции. Это реально часто случается, и это может стать огромным костылем. General advice, я думаю, видно. Всегда проверяйте, подходит ли ваш фронтайм, который вы выбираете, для вашего production language. Челлендж второй. Тулинг. Тоже, казалось бы, все очень легко. У нас есть curl. Курл умеет делать хттп пост, поэтому засунуть код функции куда-то это несложно. На самом деле с функциями ситуация даже сложнее, чем с микросервисами, потому что в микросервисах у нас была какая-то мета, обновлялись они не очень часто, и ими было легко управлять. Функции имеют свойство обновляться предельно часто. Девелоперы могут пушить их на каждый чик. Любой микрофикс – это новая версия функции, и зоопарк, по факту, становится не меньше, а больше. Поэтому перед тем, как имплементить фаз, обязательно подумайте о том, каким тулингом вы будете эти функции, собственно, деплоить. Как вы будете скейлить ваш фронтайм, как вы будете решать вопрос декомиши на ударение старого кода. Эта штука тоже неочевидна, и мы ее будем разбирать, я думаю, тоже в рамках SGO-комьюнити. Пойдем дальше. Новое модное слово, все его очень любят, называется оно observability. Казалось бы, все на эту тему уже сказано. У нас есть логи, у нас есть метрики, мы в них смотрим, и вроде бы все хорошо. На деле все не так хорошо, поскольку для того же микросервиса мы можем иметь всю информацию, даже избыточную информацию, поступающую из одного места. В случае с фазом мы можем, получать абсолютно разную информацию от разных функций, написанных разными людьми, которые вместе делают какую-то логику, которую мы не понимаем. И реально сопоставить, допустим, какой-то error, возникший где-то в одном воркфлоре, с каким-то другим событием в системе, оказывается очень сложно. Сегодня рассказывали про Istio. Собственно, General Advice, не опирайтесь при выборе рантайма на только логи и только метрики. Всегда смотрите на то, что он еще умеет. Может ли он работать с сервис-мешем? Есть ли в нем возможность строить корреляции? Как, например, в Connected, где с помощью Istio вы можете точно знать, что вот этот request привел к какому-то результату, и неважно, какого размера у вас в пластик. Как, например, что? Connected. Да. Connected. Вот. Extended Features. Тоже штука достаточно неочевидная. Засунуть функцию, дергать ее к углу, это хорошо. Но бывает необходимость одну и ту же функцию дергать в разрезе разных workflows, которые здесь тоже описаны, и, допустим, rate-limitить request к этой функции, ну, просто ограничивать количество допустимых request-ов. Функции из разных источников с разной скоростью. Допустим, у нас есть API-1, в который мы разрешаем ловиться всем, потому что это наш internal API. Я имею в виду, мы его не лимитим. В то же время какая-то часть экспозится наружу, мы не хотим додоса, бла-бла-бла, а код функции тот же самый. Тут вам помогает концепция маршрута. Собственно, выбирая фаз, следите за тем, чтобы маршруты там были, иначе у вас будет боль. Вам придется это гордить самостоятельно. Я, наверное, не буду сейчас затрагивать его в gateway, потому что это будет долго. Следующий вызов, который лично для меня стал очень большим сюрпризом. Я думал, что про security уже совсем все сказано, все уже все знают, все классно. На самом деле нет. Если про всякие AAA для вызова функций deploy уже действительно все сказано, даже если онтайминг не умеет, мы можем его реализовывать самостоятельно за счет identity-aware proxies, за счет всяких там, не знаю, g-rpc-proxies, то вот с вопросом ограничения скопа того, что может делать сама функция, все совсем неоднозначно. И, допустим, тот же fission не позволяет вам хоть как-то декларировать, каким объектом функция должна иметь доступ. Хороший пример. У вас есть identity-aware proxies. У вас настроен IAM. Все классно. Девелопер пушит функцию, которая, по большому счету, уже имеет доступ изнутри вашей инфраструктуры практически к чему угодно. В большинстве рантаймов нельзя сказать, что я хочу, чтобы у этой функции был доступ только к вот этому бакету, например, как это делается у больших провайдеров. И это штука, на которую тоже нужно очень серьезно обращать внимание. Удивительно, но, по-моему, сейчас только Apache Open Disk из открытых фаз систем имеет хоть какую-то концепцию ACLs. Всех остальных ее нет. Мы в своем салюшене ее пытаемся наградить, но тоже там все очень сложно. И об этом мы тоже будем говорить на SEO комьюнити. Собственно, вот, я об этом говорил. С безопасностью все плохо, ее должен поддерживать ваш онлайн. Иначе никакие костыли, никакие подпорки в виде дополнительных проксий, микросервисов, C-группов ничего не поможет. и удивительно, но теперь я готов отвечать на вопрос. ОК. ОК. А еще? Можно начать с банального логирования того, кто вызвал функцию, с какими параметрами. Согласен. Возможно, я неправильно применил сам термин ААА здесь. Я имел в виду, в первую очередь, вопросы АУС-Н и АУС-З. Останавливаем АУС. Тут такая интересная вещь, что серверы начали активно использовать, как паблик сервера. Я помню. Я бы сказал, что эта проблема скорее не серверлес, а вообще менедж сервис. Любой менедж сервис всегда будет стоить дороже, чем тот же самый сервис, понятый лично. Это цена как раз поддержки. То есть в случае с той же лямбдой, да, мы платим много за выполнение функций. В случае с бесплатным OpenFaas мы платим DevOps, который поддерживает кластер Kubernetes, на котором крутится OpenFaas, в котором все это менеджер нет. Ну, во-первых, cost reduction. Логично предположить, что если, допустим, мы большая компания, такая как SubServe или Cisco, то у нас уже есть люди, которые уже что-то поддерживают. У нас уже есть какие-то сервера где-то, нам их нужно как-то утилизировать. Логично часть логики нашего solution вынести на дешевые ресурсы. Это во-первых. Во-вторых, тот слайд был связан с edge computing. В случае с edge, допустим, мы используем ту же лямбду. Лямбда есть в каком-то количестве регионах. Допустим, нам нужно реализовать присутствие в Нигерии, где лямбды не будет, а нам нужны низкие ping. Что мы в этом случае должны сделать? Мы должны построить там дата-центр, поставить туда железяки и засунуть туда нашу логику. И тогда юзеры из, допустим, Огайо будут ломиться в АВС в Огайо, а юзеры из Нигерии будут ломиться в Нигерии. Гринград? Сноубол? Сноубол – это как раз и есть сервак, а Сноумобиль – это машина. Лямбда там встроенная есть, но она немного не для того. Сноубол – это штука для миграции данных. Да, она поддерживает какие-то вещи, как объясняет сам Amazon, их официальный пример. Вы берете эту штуку, ставите ее в самолет и отправите самолет куда-то лететь. Самолет попутно генерит много-много-много каких-то данных. Вам эти данные надо сложить на Сноубол, потом привезти их в ФВС физически и сказать «заимпортируйте». Вот эта лямбда там нужна только для того, чтобы эти данные при процессе и все. То есть ее нельзя рассматривать как полноценный компьютересурс, она очень ограниченная. Да. То есть ее выработать ключи на рейках фишкой, а… Да. Да. А на самом деле я не совсем понимаю, почему вы кажется, что использование лямбда дороже, чем, например, других моделей компьютеров. Потому что ламбда… Ты платишь за ламбду только когда она экзекьюируется. Ты можешь, например, только запустить продукт, чтобы нет клиентов, и ты не знаешь, что они вообще являются. Они приходят реквест, триггерится функция, и только за три секунды ты платишь. А если ты хочешь использовать App Service или EC2 Instance, то ты, по-любому, маешь, например, развернуть их, поставить какой-то Availability Set. Ну, чтобы, как минимум, она была доступна, если какая-то зона входа и так далее. И она будет постоянно раниться, и тебе нужно будет постоянно платить за ресурсы. И еще работать во всем. Я просто не понимаю, как она может быть в России. Price always depends on scale. Если мы говорим про ранние фазы существования продукта, где газов действительно очень мало, то, конечно, ламбда тут разруливает все. Но если мы говорим про большие scale, пример данных реально очень много. Прям очень-очень. У нас миллионы кастомеров по всему миру, сотни тысяч событий в секунду, то ламбда кажется дороже. Прям сильно дороже. В разрезе работы DevOps, честно говоря, я даже не могу сказать, будет ли хоть какая-то разница. Потому что для того, чтобы правильно сделать ламбу, для того, чтобы правильно построить архитектуру доступа и безопасность, бла-бла-бла, он все равно нужен DevOps. Без него чуда не произойдет. Насчет maintenance. Тут тоже, как говорится, бабка на двое гадала, поскольку никто же еще не отменял пока автоскейлинг. Никто не отменял, как это инстанс называется, которое дешевое. Spot instance, да. И правильное применение всех этих штук вместе может очень сильно снизить счет VVS. Прям, ну очень. Еще надо заметить, что под хайбрид фасом я подразумевал не модель, при которой мы используем ламбду и issue-to-instance. Я подразумевал, что у нас есть свои дата-центры, в которых стоит физическое железо наше, на котором мы запускаем свой VAS solution. окей. А тестируете как, точнее не тестируете, а как вы тестируете свои ламбды перед тем, как девелоперы куда-то там? К огромному счастью для меня мы не используем ламбу в продакшн. Мы пишем runtime для ламбды, по сути. Но вообще, в целом, если говорить конкретно про ламбу, я знаю, что есть их сегушины, которые можно поднять у себя и гонять все тесты у себя локально. Ты об этом хотел спросить? Ну, вообще, о ваших функциях, не конкретно ламбде, а те, которые вы пишете. В идеале функция — это просто код, который должен работать везде одинаково. По факту протестировать как-то... Ну, окей, мой последний опыт работы именно с ламбдой сказал мне о том, что есть апекс, у апекса есть возможность функции тестировать, и все. Окей. Стоит ли у вас официйный СМ кращий ламбд? Может быть, но я из ламбд. И официйный для них, как раз, достаточно багато. Это и сами, как юнализируем, поэтому я на ламбд еще могу демонстрировать. Я слышал об этом, но, повторюсь, наш продукт — это, по сути, много-много кода на гоу, в который уже потом кто-то, в идеале, должен деплоить. Нет, по словам. Окей. Такие ожидания. Я, наверное, не совсем правильно высказался. Наш продукт — это и есть Fast Runtime. Просто я не могу сейчас о нем рассказывать. Я буду о нем рассказывать в разрезе SDO Community, потому что это продукт компании CISCO, и он покрыт идеей. Хас. Ложно. Добрый день. Так, что CISCO вы решили, что передаток вас, ну, для вас ваш продукт, а что данный стандартный? Ну, я понял, кажется, вопрос. По большому счету, старый код, который уже где-то работает, никто никуда не переносит. Он где-то работает. Новые штуки, которые пилятся, вот прям совсем новые продукты, они уже пилятся с использованием Fast. Ну, где-то, где это логично. Окей. Представим себе, что у нас есть возможность писать stateless-код, который должен запуститься и отработать. Это как PHP записали сколько-то, 20 лет назад. Это идеальный кейс для Fast. Один connection, одна отработка функции. Завершение этой самой функции – освобождение ресурсов. При stateless workload это работает. При stateful workload, естественно, нет смысла испихать Fast. Зачем пытаться и запрясти веб-сервер, который будет запущен внутри PHP. Скажи, пожалуйста, а эти бывают квадратные функции? Как вы говорите, что этот кокос можно запустить или забывать, но это как-то иконовым парам. То есть, где есть? Ты удивишься? Наверное. Но никак. У нас есть такая концепция, как Workflows, и в них мы прямо дефайним, где это все будет выполняться. То есть, мы можем знать, что, допустим, Workflow… Хороший пример, кстати, Image Processing. Сейчас я вам расскажу. Step 1 – юзер загружает картинку в какой-то Storage. С3 – меню, без разницы. Step 2 – Storage линерит event и пинает наш Workflow. Логично предположить, что функция, которая будет делать какую-то тяжелую обработку, логично запускает там, где этот Storage. То есть, если я использую AWS S3, то я логику, которая будет работать с картинкой, буду лежать в Lambda. Если я использую меню, который стоит у меня дома, у меня есть сервер, и на нем есть меню, логично запустить это что-то там. Вот как-то так мы решаем. Звукаться немножко понятно, я больше про Security Polis. Секьюрити, как я говорил, все очень плохо. Прям вообще плохо. На данном этапе никак. У нас еще R&D. И Security у нас в бэклоге есть. Мы знаем о том, что его нужно будет заимплеметить. Но это будет когда-нибудь потом. Наш продукт будет продемонстрирован на Cisco LiveUS ближайшее. И после этого мы сможем уже очень детально ее разграть. Я покажу, что нам удалось уже сейчас сделать. У нас, да, есть какие-то минимальные вещи. Мы умеем модернизоваться JWT-токенами. Очень круто. Женя, похоже, я всем уже надоел. Нет, не всем. А, окей. Скажите, а подождем, нравится запуск сервера на серверах, на которых уже какие-то продукты есть, либо на… то есть они будут делить ресурсы с кем-то? И такая модель тоже рассматривается, да. Есть куча железа, у которого, ну, нет постоянной нагрузки. Есть куча железа, которая холодная, стоит в DC. Ну, физически выключена, потому что не нужно. И, да, мы… Я думаю, мы будем стараться придумывать модели использования нашего solution, при котором мы можем догрузить неиспользуемые ресурсы. Да. Но, опять-таки, как и в любом performance player, тут есть куча проблем, потому что мы не знаем… Эти ресурсы… Окей. Мы смотрим на исторический чарт сервера под названием там… сервер 1. Видим, что CPU в лад у него всегда 80%. И никогда больше не становится. Значит ли это, что я могу рассчитывать на 20% для фааса? Нет, это не значит… Потому что нагрузка имеет свойство иногда расти. Плюс фаас, надо понимать, эта штука очень динамичная. И когда-то у тебя может работать одна функция в один момент. Когда-то может прилететь пачка request, запустится 300 функций и все сразу умрет. Причем умрет не только фаас, но еще и тот workload, который раньше там был. В общем, все очень сложно. Конкретно нашего? Да. Наши минимальные требования 250-600 мегабайт оперативной памяти. Оверхед по памяти будет не слишком большой. Повторюсь, мы легко укладываемся 256 мегабайт для нашего салюшена. Оверхеда по CPU не будет в принципе. Так или иначе, фаас рантайм, несмотря на его название, он не выполняет ход в себе. Он запускает интерпретатор, который в свою очередь запускает ход. Это по сути тот же самый. Я читал об этом новость, но еще пока не добрался. А можно доставлять какие-то сковороды? Тут опять же, смотря где. У нас можно. В некоторых фаас, костылях, по крайней мере на ранних этапах развития продукта, я видел ситуации, когда нельзя было. Большинство больших штук таких, как Тьюблесс, Тижен, они располагают концепцией environment. Environment – это по сути докер-контейнер, в котором живет интерпретатор, и в него можно ставить вообще что хочешь. Все? Нет? Да? Виталий, все. АПЛОДИСМЕНТЫ